уважаемые господа любители моих маленьких роликов ну и читатели моих книг предыдущей серии небольших сюжетов мы с вами рассказывали о поисках гения но действительно есть гениальная молодежь который умеет вент феноменально владеть современными не только гаджетами но их содержимого то есть программистов математиков которые создают всю эту прелесть который так оголтела увлекается весь мир но из конечно в этой среде наиболее востребованных и интеллектуально развитых людей чрезвычайно важно было найти гений чему мы собственно говоря и посвятили ряд таких небольших сюжетов так вот в настоящем сюжете будет как раз такой гений вашему суду и представлен это андрей лопатин это безусловный гений в этой области потому что он участвовал при создании телеграмма которым пользуется полу мира это и подготовка победителей международных чемпионатов по программированию но кроме этого он сам дважды был чемпионом мира и мог бы быть больше если бы это было разрешено правилами почему потому что перед нами безусловный гений в этой области который не просто на своей на своей школе искать испытал все прелести этого подхода к решению задач том числе и математических и по сути делу программных но и продолжает этим заниматься то есть действующий гений это всегда уникально вы знаете что у нас любят людей после смерти тогда их называют гений нет я думаю что это роковая ошибка генина называть гением еще при жизни иначе мы не сможем воспользоваться его драгоценными знаниями умениями его подходом к жизни на это очень ценно потому что столь оригинального интересного повествования я редко когда слышу очень интересный человек с очень богатой интересной судьбой и безусловный гений в своей области вот послушайте его комментарии по вопросу который меня так занимает о подготовке и выявлении гениев андрей вы известны как крупный специалист в области программирования во первых у вас справка есть потому что вы дважды становились чемпионом мира в отличие от других людей с которыми разговаривал человек должен сам уметь что-то делать и поскольку вы умеете и сделали это дважды в жизни как я понимаю правильно да было такое но то вы можете оценить это эту ситуацию и снаружи изнутри в чем дело теперь вы уже являетесь тренером по сути дела и специалистом по подбору людей для в том числе для олимпиад по программированию вопрос такой вы отбираете по каким принципам но исходя из своего собственного опыта похожих на вас или есть какие другие 3 нет точно не похожих это совершенно неправильно будет сказать люди наоборот очень разные попадаются скорее по формальным критериям то есть искать вот у нас есть задачки но для разного уровня людей эти задачки какие-то из них они даже меньше на программирование они больше даже могут быть на сообразительность какую-то есть не стандартная сообразительность ценится и ну да умение какие-то нестандартные вещи находите она очень ценна то есть чем больше способен человек придумывать тем такой человек цене я бы так сказал какие-то вот вещи не то что не идти стандартным путем то есть сейчас даже может быть ситуация чуть изменилась потому что больше программирование на перерасов такой большой спорт и многих людей с детства натаскиваю и даже может быть чуть сложнее становится отобрать в последнее время на мой взгляд как за счет натаскивать за счет того что есть люди которые как бы эти задачи уже все решали по сто раз вот вот и как бы они просто знают как они решаются приходится одну либо новые задачи продумывать с этим мы тоже регулярно справляемся у нас несколько раз в год проводим чемпионат университета и в общем задачи мы умеем делать если если что то есть люди так адаптируются к этому процессу им так хочется в этом участвовать и выигрывать и натаскиваются сейчас стало больше к сожалению в последние годы и мне это меньше нравится потому что я начинал этим заниматься меня больше всего привлекало именно вот это вот то что все время открывается как бы новые нестандартные и так далее когда она в такую колею более спортивные вошло я стал отходить конечно этого дела я сейчас больше практическим программированием занимаюсь нет ну то есть просто раньше я тренировал и сборную россии вот к школьную то есть не только университетские команды сейчас я уже школьную сборную там уже несколько раз сменились там мои ученики сначала тренировали потом уже сейчас другие ребята вот то есть выявлять людей за счет натаскивания становится все сложнее оттаскивание чуть-чуть скрашивает то есть потенциал сложнее становится определить потому что действительно как бы раньше но когда это все было более новое можно было давать такие вот интересные чуть нестандартные задачи в которых нужно чуть-чуть нестандартно так помыслить куда-то уйти может быть применить не те вещи которые как бы обычно какой-нибудь найти легкий путь который не видим сразу вот но это скрывало человека сейчас становится это сложнее тем не менее у нас все равно система отбора существует она использует в основном формальные критерии и в основном он основывается на том что как бы люди просто довольно большая часть людей они в компас мысли сами отсеются они какой-то момент осознает что они просто такой скоростью не успеет развиться вот то есть многоступенчатая система сначала мы где-то ну там 200 человек каждый год про то как бы сказать но даем им задачи ну как бы немного с нестандартным уклоном но там и стандартных тоже достаточно и просто задачи на умение чем-то быстро сообразить это в каком-то смысле тест на желание на базовые умения чтобы уж совсем не попали люди которые люди дима роновато просто пока но я не скажу что они дилетанты они просто не опытные они может быть не знаю что это такое и дальше остается достаточно много народу мы человек 50 оставляем обычно из этого всего ну конечно эти 50 человек далеко не все доживают до конца года из них многие просто в какой-то момент поймут что они не созданы для этого но это школьники обычно я про студентов говоря это школьниками я сейчас меньше занимаюсь уже я занимаюсь я периодически езжу в летнюю компьютерную школу но школьниками я последний год занимаюсь меньше я ими занимался с пятого по одиннадцатый год ну и с натяжкой по 13 я тренировал школьную сборную россии вот сейчас я уже отошел от этого совсем а дальнейшая судьба вот ребята приходили особенно в те времена когда вы этим активно занимались приходили сообразительные которые могли находить нестандартные решения а дальнейшие вот их судьба они куда-то там попадали там митричев где петен митричев петя в гугле по моему работы то есть он ну google достаточно или там для его уровня ну вот он там на самом деле многие работают западных компаниях вот мы несколько компаний своих построили там вконтакте telegram вот мы построили там мои ребята то есть я тоже этим занимался одно время вот но еще есть несколько не так как бы не таких известных проектов берут у меня есть компания тоже как сооснователь в ней участвует там тоже мои ребята некоторые работает вот ну то есть как бы вот по опыту вконтакте я могу сказать что ребята с олимпиадным вот таким складом ума они очень там важны были потому что ну сама система изначально так было выстроено что было очень мало сотрудников очень много пользователей очень много серверов во первых нужно было придумывать нестандартные способы как этих данные этих пользователей за впихнуть на эти сервера потому сервер же он денег больших стоит там 5000 долларов один сервер соответственно если 10 тысяч серверов это 50 миллионов долларов понятно что в два раза количество серверов это очень большая это первое что было важно а второе что было важно в такой обстановке это умение быстро среагировать потому что эти системы но они на самом деле что забавно они мне чем-то напоминают может быть какие-то может быть сложности может даже с человеческим мозгом можно сравнить или с человеческим организмом даже правильные сказать наверно мозг не очень правильно вот организм они довольно стабильны но иногда когда какой-то внешний раздражитель или внутренний иногда раздражитель как не очень опытный разработчик чуть написал неудачные эти системы начинают в такую лавинообразную впадать ситуацию что начинает постепенно становиться плохо и она вот так идет вот вот такой кривой но если там на графике статистике смотреть сначала такие мини признаки а потом очень резко начинает то есть можно буквально защитные минуты дойти до того что весь сайт просто ляжет просто в контакте стоит недоступна и вот важно что люди во первых эти признаки имеет вовремя заметить во вторых вот в эти считанные минуты они успевают среагировать на это все живые люди реагируют ну если ситуация нестандартные то автоматики недостаточно стандартные ситуации автоматика может хорошо среагировать по крайней мере я сейчас говорю ситуации десятилетней давности потому что как бы современные в области нейросетей как бы сказать подвижки они могут большую часть этих ситуаций возможно закрыть то есть в автоматическом режиме да без ну вот десять лет назад автоматика была недостаточно хороша чтобы закрывать сложные ситуации и поэтому люди олимпиадного склада они были очень важны потому что они быстро реагировали на ситуации а ну тут как правило решение но далеко не всегда было стандартным этих ситуаций то есть понятно ну то есть практически это та же самая олимпиада или тот же по скорости здесь фактор времени просто если а сайт приляжет он обычно придержит надолго и вывести его из этого состояния гораздо сложнее чем во время его не допустить в это опять же даже если он в это состояние влетит по какой-то причине ну было много таких ситуаций там например охлаждение в целом дата-центре в жару вырубилась до пони вот тогда мы тоже сумели среагировать но она уже начало так прилегать вот иногда бывает что сразу несколько проблем наложилось все равно его можно вытащить но для этого тоже опять же нужно мышление которое позволяет выйти за рамки стандартного то есть нам например нет опять же стандартные приемы накапливались со временем ну конечно опыт же нарастая но как бы то есть сейчас такая ситуация тоже важна то есть такие люди важны для такой я думаю они возникают реже но много мои ученики работают до сих пор в контакте я сам уже несколько лет не работаю там но как бы не работает как бы больше они работают в той области все-таки в области администрирования уже меньше я так понимаю что видимость с наработки современных решений а в области вот именно написание там где экономится сервера хороших именно таких программных решений они больше работают если я правильно понимаю то есть это это осталось ну то есть как бы на творческой да это более творческая такая вещь то есть и более сложная то есть они занимают в стольной степени прикладной ноту прикладным но творчество нейросеть пока не научили программировать хорошо ну я думаю что там подходы к сожалению не совсем адекватный ну как мне кажется но с изображениями нейросети хорошо работают нам да ну с картинками картинками с голосом довольно неплохо хотя с голосом тоже бывает спецэффекты с поиском это да а вот именно программировать пока не получается научить может быть кого-то получится уже такой интересный момент но это вопрос да а вот как вы относитесь к такому что бесконечно обсуждают технологическую сингулярность то есть насколько это это очень интересный вопрос потому что да с одной стороны кажется что развитие идет все быстрее и быстрее да быстро мне кажется что люди за этим уже начинают не поспевать и начинают обратные процессы в обществе очень сильные формироваться может быть они пока не так заметны но как бы люди чувствуют себя дискомфортно и возможно я не знаю как это пойдет в честно сказать мой взгляд в каком-то смысле сингулярность она уже близко но она не такая да и быть сингулярность другого плана то есть вообще это представляете как могло бы быть вот фантазии логическая сингулярность на мой взгляд как бы более типичность фантастический сценарий это просто искусственный интеллект который все быстрее и быстрее начинает делать новые открытия но и в общем он начинает делать то что сейчас делается за годы начинает делать за дни за часы за минуты секунды и так далее но это уже чистый датаизм как сейчас новая религия ну просто как бы у человека есть некоторые естественные ограничения все-таки скорость передачи сигналов мозга так понимаю она невысока да не больше 200 импульсов в секунду да и то и не не с не очень информационные у нас так работает слуховая система да поэтому как мне кажется что тут уже должна быть какая-то иная форма так сказать разума возможно развитая до людьми построены в таком случае просто начать сингулярности не получится не получится такого взрыва как а что получится хороший вопрос но мне кажется что тут силу хаотичности до всех этих происходящих сейчас процессов довольно сложно предсказать что получится то есть я честно сказать не знаю я вижу процессы и прямые и обратные на мой взгляд процессы тоже происходят что люди да особенно старшего поколения начинает сопротивляться каким-то изменениям принимать их не быстро и тогда это бояться их возможно то есть у молодежи это меньше заметно на двигатель они тоже начинают скатываться потому что процессы дело вот еще в чем процессы как бы какой-то может быть развлекательной индустрии и завлекание людей они тоже более совершенствуется и какая-то часть людей начинает распыляться на ничего не значащая времяпровождение даже если посмотреть какие фильмы и там и еще проще они все посты да даже детские игрушки постоянно совершенствуется в том чтобы как можно эффективнее людей завлечь и вот куда здесь естественный отбор давито в каком направлении он окажется сильнее и являются ли вообще все эти процессы ответом на парадокс ферми это вот конечно интересная загадка нет ну человеческий мозг здесь вот все книжки которые вам принес там у меня отчасти есть ответ на эти вопросы не потому что в человеческий мозг построен таким образом что он работать не очень любит да 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 а почему он не любит здесь чистая это не психология это чистая физиология все очень просто если мы не дай бог начинаем думать это вообще это не нормальная очень много энергии требует а энергии требует так мозг весит 1,5 массы тела потребляет энергии если мы начинаем пыхтеть как дизель заполярив на олимпиаде например или еще как-то 25 процентов от всего тела это колоссально сколько может мозг так поработать две недели после этого начинается истощение раньше это лечили серьезно и поэтому у нас есть специальный механизм защитный о котором вы только что собственно говорили как проявление поведенческое это что за механизм если вы начинаете экономить энергию вот вы задумались о чем-то думали напряженно а потом начинаете отказываться то тут же поощрение снижение кровотока в два с половиной раза снижение потребления глюкозы в два с половиной раза вам что вам приходит внутренняя эндогенная награда какая замечательные соединения одни называются канабиоиды другие опиоиды не считает ситуации эндорфинов поэтому чем меньше человек работает головой тем больше получает внутренних наркотиков на этом стать построена религиозные и даже если за и подлиги понимать не религию а игру например в их детские игрушки в компьютер ну да вот то что вы сказали на мой взгляд это кстати это интересно связано с тем что вы говорите ну чтобы как мне кажется что у людей которые занимаются вот именно такими вот олимпиадами очень сильно у них есть какое-то дополнительное поощрение вот именно за работу мозга за результаты там это тоже есть это уже об этом много пишу решения этот результат у нас есть три источника еда размножение и доминантность то есть если ты украл деньги тут же доминант тут же эндорфины наркотики внутренние если ты значит там завел огромное количество потомков том числе нелегальных это тоже поощряет на внутренними наркотиками но и доминантность это чисто человеческое тому что среди народы бабуинов это тоже известно у кого задница краснее больше это тоже соревнование идет но у человека если он сумеет в молодом возрасте который как раз с которыми отказаться ну хотя бы сократить интерес к двум первым событиям то доминантность это победа и она может стать таким же инстинктивным самодвижением поэтому молодежь еще как-то от него даже когда был маленьким я называл до тресной движущей силы любовь деньги и власти я говорил это доминантность деньги это еда а любовь это размножение да 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 у нас мозг а большим у нас мозг ничем не занимается в общем так и есть эволюционные то есть ли вы предлагаете вот почему вы говорите совершенно верно предлагается какой-то изовлекалов к и дети туда сваливаются и тут же причем увлеченно очень чем отдают всех себя в чем дело очень простой способ получения доминантности ничем не рискуя он играет стрелялку да 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 он еще он получает потому что мозгу все равно он тупой ужасно ему и он не разбирает это реальности или это стрелялка компонятное дело да все он получает такие же точно канабиоиды эпидоиды эндорфины когда он убил там виртуально возьми горыныча или там он в реальности до пола согласен действительно ну кстати что интересно среди олимпиадников есть люди которые в компьютерные игрушки играют довольно много то есть возможно это связано как-то с тем что олимпиады тоже такую какую-то доминантность могут позволять им почувствовать вы знаете еще есть такой фокус у нас очень много в человеческом поведении думаю вы с этим сталкивались в своем опыте есть такой вещь феномен смещенной активности ну значит объясню что это такое у вас есть собака нет 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 собаки собаки нет ну хорошо ну дети есть дети есть но вы знаете вот ребенок хочет что-то схватить со стола да ну и вот но знает что это нельзя его накажут псы также точно ведут себя только пес вот он хочет стянуть не боится и вот у него конкуренция мотивации страшный чем делает наверняка сталкивались в гостях собака садится рядом со столом и начинает остервенело чесать за ухом у нее ух ты не чешется и ребенок начинает чем-то там орать бегать стучать у него ему не орать не хочется не бегать не хочешь у него смещенная активность он в эти драйв начался то есть он должен или это или это но не может ни того ни другого и начинает заниматься этим вот игрушки у людей которые серьезно эксплуатируют свой мозг это способ такой защиты смещенная активность для того чтобы уйти просто ну да реализоваться опять же когда маленький он говорил что в мозге ничего нельзя удалить можно только заменить каком-то смысле он так устроен да да мозг нет умеет удалить вот как компьютер можно взять файл удалить вот в мозге нужно все именно заменять на как говорят знаете не думая зеленые обезьяне вот эти это подмена то есть есть всегда способ обмануть мозг вот я в этом очень хорошо разбираюсь всегда могу посоветовать как его можно надуть и заставить работать в нужном направлении потому что очень бестолковый на хорошо бы да потому что это очень сложная задача вот даже ли для меня лично иногда это бывает сложной задачей чтобы мозг работал правильно да очень сложно например ну вот приведу самый совсем простой пример мозг работает очень примитивно там большое подчиняет малое вот этот простой тезис он абсолютно доказуем потому что были даже такие вещи когда там пересаживали разные нервные системы соединяли у животных и там мышам пересаживали нервные клетки от насекомых но и они не начинали жужжать и пытаться летать на навозной кучей пик ничего подобного они просто большая нервная система подчиняет маленькую но например вы решаете некую задачу ну допустим там каком-нибудь там блокчейне это мы до этого идем но вот она не решается никак по своей точки зрения ассоциативные области которые занимаются такими сложными вещества вещами как математика ее производное программирование она они не очень большие у нас нас вообще ассоциативные области там плюнуть и растереть они малюсенькие говорят лобные доли в лобные доли там в основном это речь корректировка письма движение глаз слежение головы там двигательно-моторные тонкие координации а собственно ассоциативная малюсенькая малюсенькая часть нижняя часть еще нижние темена это человеческое место больше ничего и нет поэтому для того чтобы запустить решение проблем надо поступать как владимир владимирович смысле маяковский значит что он делал у него речевые области они это в книжке это ей там можно у него были в общем-то так себе потому что мозги здоровые у него был 1700 грамм представьте очень большой мозг а собственно говорю речевые приличные но для такого мозга маленькие то есть с каким-нибудь там поэтому есениным он сравнится не бог по дару но что он делал он брал и подключал другие области все его стихи написаны в результате шагистики он никогда не записывал ничего он шагал по москве и в ритме шагов придумывал стихи приходился и садился писал набила да это в чем дело он просто подключал другую область мозга заставлял ее работать на то что его интересовало то есть но например вы не не получается ничего там с некоторым математической задачи вы идете спокойно включаете моторную область берете лопату и начинаете там снег грести на его то при обдумывая вышли из головы не выкиньте все равно вас все равно изнутри точит и даже фоновом режиме 8 будете но если вы начнете там ковырять лопатой снег часа три-четыре до там полного и изумления то у вас что произойдет кровь прильет на мозг это очень подлая организация он кровоснабжает только то область которой вы пользуетесь в данный момент поэтому сохранить здоровье с помощью физкультуры хорошо но это при этом будет здоровое тело но при этом полный маразм да ну вот поэтому вы подключаете и тогда что получается если у вас сидит некоторая идея а вы подключаете двигатель на моторную область который составляют треть мозга значит все нейроны все их связи как у маяковского включается в решение этой проблемы смотришь и происходит озарение просто чем большего нейронов воткнете в решение задачи занимаясь неправедным делом то есть не сидя с бубашкой или за компьютером тем больше шансов что вы наткнетесь на решение потому что связи это крыль краевой ключевой принцип отличие мозга от компьютера мозг думает не потому что там бегают кит сигналы не в этом дело решение приходит только в том случае когда нейрон образует новую синаптическую связь это возникает новая цепь вам это лучше чем нет так вы представьте себе если у нас в коре в среднем 11 миллиардов нейронов кора только кора без подкорки всего 150 который мы думаем но наш произвольный наш примеров на самом деле очень много такой двигательной активности там ходить по комнате от одну огрызть ручки и так далее это у вас вот я говорю нейроны на таких привычек очень много нужно заставить время надо дать на образование новых синапсов каждый нейрон и каждый день образует три новых синапса в среднем из этих 11 миллиардов и 3 разрушает вы за это заплатите конечно мозга ничего бесплатно не бывает то есть три каких-то разрушит но зато образуются новых 3 это связи которых вы не ждали и тогда там человек говорит тупой какой-то мог сообразить 20 раз ну что здесь лежал на поверхность ну да так но не было связи не было ты не мог сопоставить те блоки памяти и те блоки понимания разных процессов которые у тебя не были физически соединены по сути дела запаял но фокус как раз в умении эти связи образовывать то есть то что мы отбираем вот как вы говорите как раз она чем-то и похоже люди которые вот это вещи как раз те люди которые эффективнее образуют наверное новые связи да конечно молодые вообще в молодости они быстрее образуются но они образуются три связи это даже у такого старика как и образуются ты потому что это вечный процесс до конца жизни но да там 35 лет а там где-то по 4 связи образуется разрушается до 30 там вообще по 5 6 до 18 19 там по десятку то есть это очень динамические процессы в молодые годы как раз идет очень быстро поэтому собственно говоря когда что-то не решается нужно просто подключать большие области мозга вот больше ничего но это как китайцы которые занимаются своей физкультурой и там они почему-то бьют не кулаком не так а берут а крутит руку что это не крутит ее потому что они хилы и дохлые а для того чтобы увеличить силу удара надо подключить большое количество мышечных сокращений большое количество нейронов они их просто кручением подключают увеличивают силу примите тоже так же с мозгами происходит ты меняешь род деятельности но например там чё-то не идет ну хорошо взял пошел вымыл зубной щеткой кухню садистское занятие но так помогает ну вот то есть но это вот знаменитая история когда надо переключиться совсем но на полный идиотизм и тогда неожиданно и совершенно другой области придет решение ну вот теперь у меня еще ваше отношение просто вы же не уехали никуда не уехал я тоже не уехал значит очень много лет назад в далеком теперь 78-м году это страшно думать мне предложили уехать в германию я потом этого профессора встретил через 30 лет на конференции в европе и он не сказал что ты правильно сделал что уехал у меня бы ты был хорошим немцем фрг который бы делал свое маленькое дело четко и жестко но ты тогда решил что лучше я буду грызть корки но заниматься тем чем мне нравится как я понимаю у вас тоже такое же решение было принято что пусть будет несколько сложнее надо потому что и ну естественно у нас сложнее зарабатывать сложнее жить сложнее со многим сложнее то есть в пищеварительном отношении какие-то называю у нас жизнь менее налажено чем там но ты за что-то должен платить на собственное удовольствие использоваться мозгами других то не будет и другого шанса не будет поэтому вы это с пониманием относитесь и в этом отношении как вы считаете вот развитие нашей системы образования в том числе вот введение болонской системы она служит в плюс или минус с моей точки зрения сразу забегая вперед скажу мне кажется что отрицательно от этого нужно отказываться я с вами соглашусь потому что ну мне сейчас искать вообще не очень понятно мне кажется что современное как бы образование оно должно быть совсем другим да и в принципе мы как бы но мы пытаемся по крайней мере а вот если вот рассматривать новый факультет который нас создали то там действительно а это где извините в нашем университете университет компьютерных наук полом он называется но только-толка создали буквально самом деле было раньше вот лаборатория чебышева может быть вы слыши да слышу вот она стала развиваться сейчас там открыли несколько новых направлений часто выделили факультет то есть реальный набор студентов будет тому студентов уже несколько лет как найден уже несколько лет там просто раньше был только математика направление потом еще мы тем алгоритм и анализ данных современное программирование в прошлом году добавилось вот сейчас три направления получается и в принципе мы пытаемся до что-то сделать в этом плане но это касается только университетского образования а есть еще много мест которые на мой взгляд в школах ну вот я не уверен что как бы школах детей очень сильно например грузят какими-то однообразными домашними заданиями мне кажется что это вот опять получается тоже натаскивание которое но это одно это все это баллонская система кортина это в рецептурная система когда у вас есть рецепт решение получения ответ на вопрос как программирование кого говорите детей портит они в результате трудных разобрать то же самое в школе просто люди не компьютеры у них есть больше возможностей которые могли бы развиваться может быть не у всех я вот не знаю насчет того что у всех но вот из тех которые я видел детей но процентов 80 наверное могли бы достигнуть намного больших результатов но почему-то в какой-то момент они начинают уходить куда-то в сторону ну то есть может у них какие-то другие жизненные цели начинают срабатывать биологически но вот вроде того же петя митричева в гугле как вы говорите что может быть ему это как бы да но но вот какие-то в общем цели начинают срабатывать и многие люди идут вот так как мы называем в гугла фейсбуке вот эти все и прочие компании ну в которых но там типа тепленькое местечко ну то работа с 9 до 5 может быть она да может быть современные компании они стараются выделиться они стараются быть такими вот не как все не как старые мы там будет типа можем без костюмов ходить какое-то время вы можете заниматься своим проектом еще чего-то а вы знаете без костюмов это все равно ничего хорошего не приводит я видел много компаний очень продвинутых где там они теннисные столы стоят между этими рабочими столами где они там скачут как зайцы бегают в одних трусах там и прочего я все это видел но это не дает все равно результата результат-то в другом месте как мне кажется да вот где результат это интересный вопрос потому что я для себя еще на этот вопрос не смог например ответить то есть такого универсального рецепта но то есть у меня как бы есть ощущение потенциала в некоторые дети я не знаю это такое субъективное конечно ощущение в большинстве эти она есть если вот конкретно взять ребенка и начать с ним активно заниматься но начиная с какого-то момента он приобретает иммунитет конкретному педагогу если на него очень до отдельная история но этого если вы вот этот показа кадр оставить этот момент видно как реально прогресс начинает идти очень большими шагами так но у большинства детей ну детей имею ввиду в данном случае старшей школы и младший студенческий возраст я в основном с такими работ в какой-то момент срабатывает какой-то то ли ограничитель то ли еще что то причем это вот ограничитель он возможно да из той серии что вы говорите что слишком много энергии тратится может быть на разве защищают защищая да вот защитная реакция на хорошие слова действительно я тоже их употреблял при этом потенциал есть в человеке но по каким-то причинам он не раскрывается и большинство людей у нас отваливается именно по этой причине так или иначе из-за отбора а те кто остается вот они и достигают обычно результатов которых либо это за реакция не сработала либо сработала но потом она возобновилась вообще развитие наш скачками происходит ну как правило какая-то вот если брать команду или человека они очень долго могут стать могут даже два года стоять но это редко конечно чаще развивается быстрее те которые топовые люди но бывают люди которые медленнее развивается но все у них потом как раз скачок произошел совершенно другой уровень совершенно как бы те задачи которые казались нереально сложными в какой-то момент начнет казаться очень простыми